С 30 апреля на территории Воронежской области введен особый противопожарный режим, в рамках которого всем гражданам, организациям, физическим, юридическим лицам запрещено разведение любого открытого огня. Это касается и костров, и установки мангалов на пикниках, и сжигания мусора и пала травы. В связи с этим ежедневно на территории региона спасатели, полиции и другие службы проводят рейды по выявлению очагов открытого огня. В одном из рейдов приняла участие и наша съемочная группа. Ленинский район Воронежа, он в центре региональной столицы, но у него есть и прилегающая лесная зона. Много ли мало, но более 100 гектаров зеленых насаждений. Теперь, после объявления особого противопожарного режима с 30 апреля, это территория особого внимания. В ежедневном режиме группа в составе представителя старшего управы Ленинского района, представители МЧС и полиции по определенному маршруту объезжают, смотрят, в каком состоянии находится пожарная обстановка в социальных объектах. Группа мониторинга первым делом посещает стрелково-спортивный комплекс, расположенный непосредственно в зеленых насаждениях. Здесь все в порядке с точки зрения противопожарной безопасности, за исключением незначительных недочетов. Следующая точка на маршруте специальной группы – лодочная станция «Калининец». По факту, это небольшой дачный поселок. Плотная застройка на берегу водохранилища. А вот и первый нарушитель. Отдыхающий сжигает растительный мусор в стальной бочке. Гражданин соглашается, что разведение огня недопустимо, но спрашивает, а как же быть с приготовлением шашлыка? Сковородки дома его жарьте, мясо, и будет все отлично. Костер в бочке пришлось залить водой. Подбеждаем, в следующий раз это нечто. Одного достаточно. Очень хорошо. Здесь обошлись профилактической беседой без составления протокола об административном нарушении. Все, воду поставил, вроде защищенный огонь. Казалось бы. Ну, мы можем туда выносить, но мы так быстро захлавим. То есть для пищеотходного выноса мы сейчас забросаем контейнер. Пищевые отходы будет делать некуда. Потому что такой мусор возникает периодически. Прибитием с той стороны волной мусор. Поэтому вот этот мусор он есть. Всегда плавун, сухой тростник. Ну, выносить не знает. На взгляд гражданина он занимался добрым делом – утилизацией мусора. Вы сейчас здесь в зоне патрулирования. То есть каждый день мы будем проезжать, смотреть наши сотрудники. Поэтому вот на сегодняшний день мы как бы вас предупредили, вам рассказали, что с 30-го числа действует особый противопожарный режим. То есть сжигать вы поняли. То есть нельзя ни в каком виде. Ни мангал, ни бочки, ничего. Я скомплектую сейчас. Поэтому все это собираете в машину и возите на стационарную контейнерную площадку. Практику патрулирования потенциально опасных в пожарном отношении мест и территории в Ленинском районе ввели в 2010 году. Он до сих пор памятен масштабными лесными пожарами, которые обернулись жертвами и серьезными убытками. Чтобы не повторять ошибок, нужно всего лишь соблюдать правила. Нельзя разжигать костры, разжигать мусор. Сжигать мусор на своих территориях, преддомовых территориях. Соответственно, нельзя в лесу. То есть вот мы проезжали, видели, да, в лес там аншлаги висят, значит, шлагбаумы для того, что запрещен в лес въезд на автомобилях. Поэтому заезжать в лес на автомобилях также запрещено, как и разжигать костры. То есть нельзя жарить в лесу и на своих территориях, в мангалах. Также нельзя разжигать, жарить шашлык, сжигать там какой-то мусор, там ветки и так далее. Завершающая точка маршрута – Воронежский областной геронтологический центр. Здесь внимание патруля привлекают завалы, которые остались после обрезки деревьев. Их обещают ликвидировать в ближайшее время. Группа мониторинга будет вести свою работу до осени, в основном профилактическую. Однако нарушение противопожарного режима чревато и административным наказанием. Граждане могут подвергнуться штрафу в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Должностные лица – от 15 до 30 тысяч. Индивидуальным предпринимателям нарушение запретов может обойтись в сумму от 30 до 40 тысяч рублей. А вот для предприятий штраф составит сумму от 200 до 400 тысяч рублей. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал.